Музыка 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 Батюшка благословил, тебе пеку. Я впервые вижу, что мужчина пекла. Во многих храмах я была, и везде женщины этим занимаются. Ну а раньше вообще в монастырях кто пек? Только мужчины. Поэтому у вас очень хорошо, получается, тесто месить. Знакомству с этими скромными, боголюбивыми людьми предшествовали следующие события. Вечером, 19-го, накануне 20-го февраля, вдруг что-то вам не заговорило. Перед мысленными очами возник образ почившего в 2017 году архимандрита Кирилла Павлова. Вспоминаю, что во второй половине февраля прошлого года батюшка почил. Заглядываю в интернет, и, о чудо, этот день, 20-е февраля. Честно скажу, с цифрами не дружу. А здесь на помощь поспешил верный и добрый ангел-хранитель. Так я оказалась утром следующего дня в храме Рождества Богородицы села Макова. Последний раз была здесь год назад. Приступая его порог, меня посетило невыразимое чувство вины. Господи, прости, отец Кирилл, прости, ведь этому храму, как никому другому, сегодня необходима помощь. Церковь Рождества Богородицы практически никогда не закрывалась. В ней не прекращалась молитва. Херувимская наполняла благодатью стены храма. Колокольный звон очищал окрестный воздух от всякой скверны. В ней третий раз. Господи, благослови. Господи, помил меня, Ириша. Да? Да. Вот, когда перед службой звонят, Тамара сонарь у нас открывает, окошки, чтобы округ услышала. Слышала. Вот леса дальше надо поднимать. Отсюда с лодочкой будет близко. А вот туда заберешься, там желание на пузе уже ползать. Страшно у нас тут. Надо привыкать к высоте. Восьмерик. Восьмерик считается. Вот он падал. Но здесь раньше было на четырех основах. Четыре. По углам стояли они. Тогда до падения батюшек старенький рассказывал, ну, в советское время было сложно со старостами, священниками. Сложное время. Батюшек говорил, что трещины были, говорит, рука не то что так входила, а вот так входила рука в трещины. И можно было еще вот так рукой ходить. Старост просели, там, надо ремонт делать. Но, чтобы добиться ремонта храма, ведь упаломоченные были. Они говорят, ты что, говорит, ремонт храма, у меня клуб небелинный. Мне клуб надо побылить. Ты что свой храм-то? Ну, так вот рассказывают старожилы. И поэтому обрушение произошло. Ну, слава Богу, с заступлением отца Кирилла, он тоже помогал тут, но по помощи от него было очень существенное восстановление колокольни. Настоятель храма, протерий Валерий, отметил на прощенное воскресенье пятилетие своего духовного послушания в Манково. Опять чудо. Удивляюсь. Удивляюсь до благодатных слез, до искреннего раскаяния. И вот после рассказа о реставрации святыни храма отец Валерий начинает служить литью по дорогому батюшке Кириллу. Нас четверо. Отец-настоятель, приходской староста его супруга, да я с видеокамерой. Отличная Ваша память, гостоблаженец и братья и сестры наши, принц напомянуем им. Мы живем для того, чтобы учиться жить. Путь земной, как школа, сравниваем со школой. Эта школа временна. Мы все знаем, что уйдем отсюда. В этой школе есть директор. Это сам Господь наш, главный наш учитель. Есть учителя, как бы помогающие этому учителю. Это наставники, которые своей жизнью показывают, что это возможно, пойти в Царство Небесное с помощью Божьей. И мы, ученики, слушая старших, научаемся, умудряемся и всегда надеемся, что милость Божия велика по Слову Божьему, что и всему миру не объять ее. И наставники наши, пусть и не такие древние святые, как подвижники преподобные Антоний Великий, великие святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослуж. Но и те наставники, которые есть в наше время, они являются ярким примером любви Божией к нам. Без их помощи, без наставления, совета, легко отчаяться, разувериться в жизни. Без их подсказки, особенно молитвенной поддержки, не можем пройти этот путь. Ну, вернее, проходим все, а вот достигнем лица Царства Небесного, вот, и здесь помощь нужна. Без хороших знакомых там туда не войдешь. Вот для нас старцы, которые уходят туда, к ним обращаться теперь будем. Вот приз напоминаемый, отец Кирилл Павлов. Сам не сподобился видеть его, но чувствую, что промыслом Божиим, его поддержкой, сейчас, помощь от него обязательно есть. То, что и по уходу за храмом, пускай и небольшими темпами, но, как говорится, грех жаловаться нам. Мы, слава Богу, каждый день у нас какой-то труд есть. Мы не голодаем, у нас и тепло, и светло, и прихожане, приходящие в этот храм, радуются, получая божественную благодать. Будем надеяться и дальше на милость Божию и на помощь подвижников, которые теперь там, отец Кирилл теперь там, за нас будет молиться. Не будет, а молится. А нам остается ждать своего часа. С Богом. У нас ведь еще леса строятся, наши планы. Но это по внутреннему убранству, то, что по иконам, по реставрации смотрели. И вот, святитель Николай. А так, основной, вот ждем, снега сойдут, после Пасхи, даст Бог. А в этом году Пасха ранняя, да? Мужик радуется ранней Пасхи, что Пасху встретил, седмица прошла, почтил Божий праздник, потом уже трудишься. И земельные работы, и прочие, строительные. И вот нас дальше леса, все, мы дерево закупили для лесов, слава Богу, есть. Тоже, милости Божьи. Люди помогают. Вот только они вот, просят, говорит, только никому не говорите. Ну, ибо самой Евангелия нам Господь говорит, что когда дела, делаешь милосердие, что правая рука не знала, что делать левая. Мы надеемся на то, что Господь пошлет, несмотря на то, что села пустеют и продолжают пустеть. Кто-то приезжает там лично, единицы какие-то люди возвращаются из города. В основном все бегут. Всем нужно развлечений. Хлеба и зрелищ. Языческий мир. Ну, по благословению Владыки нам сказал, надо образ привести в надлежащий вид. Святитель Николая Грекисского, чудотворца. И вот нам киот недавно поставили. Итак, думаю, всю композицию иконостас потом менять, который алтарь у нас еще не освещен. И после обрушения колокольня в 1989 году будем тоже в таком же стиле продолжать, как вот киот новый сделали, иконостас менять. И потом уже освещать сам алтарь Никольский. На очереди мы ждем с реставрацией ждем икону Иверской Божьей Матери. Сейчас здесь у нас икона повесили святителя Дмитрия Ростовского. Получается, кто-то сами реставраторы пытались, горе как бы реставраторы, пытаясь что-то восстановить, начали искажать первый образ икону самой Иверской. Оказалось, что вот сейчас снимая слой за слоем, они обнаружили, что это Иверская Смоленская. Но от Иверской самого, если название Иверской, там небольшое различие, как Спаситель держит пергамент, этот вот листочек свита, как он держит, отличается. Ну, такие незначительные отличия. И в киот. И ждем, чтобы киот поставить собор Архангела Михаила. Это старинная икона, да? Да, все это старинные иконы. Да, новых мало, все старинные такие. Тем более, храм-то он практически не закрывался, да? Мы два года назад с реставрации тоже привезли, но надо закрывать киотом, а то зацелуют краску свита. Но она пользуется особым почитанием, да? Конечно, конечно, почитанием. Собор Архистратега Михаила. А у нас особенно почитанием используется Иверская. Иверская, которая на этом месте, она, у нее были случаи мироточения, два раза мироточения было у нее. связанные, ну, как бы для этого храма. Храм получилось, что отец Анатолий Челноков приставился, и здесь около года не было священника. И храм приходил, начал в запустение. И вот, когда назначили туда священника, сюда, то она, как мироточение всего видели. Струк держал где-то месяца три. Маслянистые вот это. Ну, думаю, что как радость. Есть слезы радости, да? Есть горе слезы, а есть и радости. Ну, как для этого храма, что? Священник есть, знать живет храм. Так, а особенно еще нам с реставрацией вместе привезли в рамочку убрали, дощечку мемориальную память о том, кто строил этот храм каменный. С Маковским храмом на Михайловской земле связана еще одна история. Когда-то в нем существовал предел в честь святителя Филиппа Московского, о чем сохранилось свидетельство в виде памятной доски с выгравированной надписью, сообщающей о меценате храма родственники святителя Колчеве Петре Андреевича. Интересные сведения год назад мне предоставил мой друг Александр Благосклонный, с которым познакомились на презентации книги митрополита Рязанского и Михайловского Марка в Рязани. Он-то и рассказал мне о редком на Руси пределе, расположившемся на Михайловской земле в храме Рождества Богородицы села Маково. Только Саша не знал о том, что предел к тому времени уже не существовал. По рекомендации друга я посмотрела фильм «Царь Павла Лунгина» с участием Олега Янковского в роли святителя Филиппа. Кинокартина произвела на меня впечатление, породив интерес к фигуре святителя, прочитала его житие. Оказывается, Петр Андреевич Колчев является прямым родственником святителя Филиппа. А история храма такова. Впервые он упоминается в приправочных книгах 1616 года. В них говорится, что храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы был сожжен татарами. Время восстановления Богородицы Рождественской Церкви в разоренном селе Маково с точностью неизвестна, но она упоминается в окладных книгах 1676 года. Каменная Богородица Рождественская Церковь с пределом святителя Дмитрия Ростовского была построена в 1772 году лейбе гвардии капитаном Петром Андреевым Колчевым. Бетр Андреевич Колчев В рамочку выбрали. Почитание тогда монархии было особенное. Вот мы видим здесь написание, просто как бы вот эти письмена, они как иголочки заштрихованы. А вот третья строка государыни императрицы Елизаветы Петровны при ней была. И здесь гравировка букв уже. Гравировка это уже тонкая работа. Получается это его родственник, один из родственников. Да, да, да. Получается, так что не случайно здесь было. А вот нет мыслей, я уж в прошлый раз спросила об этом, тоже нет мыслей восстановить этот предел. Все-таки здесь исторически он был, существовал исторически. Вот какие-то мысли есть на это? Не справляемся. Не справляемся. Рук не хватает. А так еще очень почитаемо у нас икона неувидаемый цвет. Написано на полотне, но немножко самостильно так сделано как бы не повторяется. От оригинала отличается. Чем она знаменательна у нас? Это уже так более мирового масштаба православия. Она была полностью вся черная пять-шесть лет назад. Ничего не было видно. Полотно все полное все черное. Я сейчас включу паникодила. Священие будет лучше. Хорошо? А я выберу точку, с которой наиболее удачно можно отснять этот образ. Неувидаемый цвет, да? Да, неувидаемый цвет. Вот отсюда видно уже название можно чуть-чуть прочитать. И за полгода до Майдана она начала обновляться. Я сам это не застал, но мне рассказывают, кто местный. А какая связь? То, что связываем с Майданом, вот эта беда, то, что брат на брат поднимает руку, происшествие Майдана, вот это горе и печаль. Как и когда гражданские войны, все эти кровопролитные. И сейчас то, что мы видим разделение, пытаются все разрушить, все исказить. Ну, конечно, подготавливают почву сначала, начиная со школы, преподают историю, начинают все по-своему. Свои герои, провозглашают своих героев, которые когда-то раньше были, ну, по-современному террористы настоящие, разрушители, теперь они герои. Так вот, и начинается, вот почему она начала обновляться? Ну, как связать, что вот только с Майданом происшествие такое. И также вместе с ним, вместе с этим образом, также в алтаре над престолом центральным есть лучезарный голубь, символ Святого Духа. Ну, его история это от Василия Великого идет, святителя, когда он молился, ему являлся при осуществлении даров, когда притворяется этой дары в святые дары, в тело и кровь Христовы, являлся ему Дух Святой в виде голубя. И вот такая традиция с тех пор ведется, что изображение голубя ставим над престолами. И вот в подвешенном таком виде он был полностью черный. И тоже как вместе с этой иконой он начал просветляться. Сейчас желтый, золотистый. То есть его никто не трогал, не чистил, не мы. Мы только недавно, вот когда потолок подкрашили, подмывали там роспись в алтаре, то это было четыре года назад. Наводили порядок, мыли и там. И тогда образ сняли. только мы что, боясь, так как уже он старенький, и мы боясь что-то нарушить, и просто паутину с него сняли. Батюшка, а Вы не связываете это с тем, что все-таки вот храм-то у Вас, ну, вообще все храмы, они особенные, а Ваш храм особенный, особенный, потому что все-таки здесь и крестился наш великий старец, архимандрит Кирилл Павлов, и здесь он крестился, здесь он жил, да, получается, здесь его Родина. Может быть, вот его молитва сейчас доходит до Господа, и может быть, он пошлет какого-нибудь хорошего человека, располагающего большими средствами, и он восстановит храм. И здесь хотя потихонечку, он уже оживает, видно это, оживает, и Господь посылает добрых людей. Ну, а это вообще, вот вы не думайте об этом, что вот, возможно, уже на пороге мы стоим этого чудесного события. Может быть, он сейчас вот увидит наш с Вами видеоролик, и у него в сердце ёкнет, сердце ёкнет, и он захочет помочь храму. Как Вы думаете, почему? Вот у меня почему-то надежда есть такая. Конечно. Есть? Есть. Есть. надежда всегда есть. Тем более к такому храму он не закрывался. Конечно, печально видеть то, что происходит. Всё меняется очень быстро. Время такое ещё лукавое. Много информации путаются в ней. используют, кто-то использует, там против что-то. И особенно время такое, что нужно в себе смотреть. Да и не то, что сейчас. Всегда старцы и святые, преподобные все заповедовали, что смотреть в себя, в себе копаться, свой путь Богу налаживать с помощью Божьей, с помощью святых. мы часто бывают даже копаясь в истории или рассматривая поступки людей, ближних своих, часто не замечаем, что мы как наркотикой этим пользуемся, обсасывая какие-то моменты жестокие или специально придаваем окраску более жестокости, мы хотим себе нервы пощекотать, так сказать, адреналин выделить. И часто историю изучают с целью, чтобы найти какие-нибудь пакости, чтобы это обсасывать и говорят, что мы против этого, выйти, мы осуждаем это, мы против выступаем. Но, однако, этой темы только их касаются, эти какие-то жестокости, начинают перекручивать, передергивать. У нас сейчас вся история по Карамзину преподается. Хотя его современники все принимали его филитонистом. Но нельзя его, как в истории, принимать, как летописца какого-то. Он много надумал, переврал все. А главное увидеть, что мы смотрим в истории нашей, что мы желаем увидеть, желаем ли добро увидеть. Почему мы обращаемся к житиям святых? Потому что в них много видно добра. И наше время-то следить за добром надо. И которое в душе нашей, и которое мы видим. Нужно видеть добро это. И значит утонем. Когда благодатное состояние, ведь мы что ищем? Мы ищем благодать Божия. Без благодати и радости не будет, и сил не будет что-то преодолевать. И такие, как бы, может быть незначительные, но маленькие такие чудеса, осязательные, обонятельные, да, они как бы пробуждают, заставляют шевелиться нашу душу, что слава Богу, мы дети у нас все волосы на голове сосчитаны, без его воли ни один не упадет. Да, способствует благодатному состоянию души. А меня самого лично иконы поразили, где в каких храмах был, обычно в боковых дверях полтаря изображения там архангела Гавриила, с одной стороны, с другой стороны, архангел Михаил, быч с огненным мечом, вот, или же изображения пророков ветхозаветных, Моисея и Арвона. А вот здесь изображение первое, третье, ангелы, ангел Нового Завета и ангел Ветхого Завета. Вот, ангел Ветхого Завета со скрижалями, которые пророк Моисея были на горе Синае, на голове у ангела в Уале, прикрытие, как бы. Ну, то есть, Ветхий Завет, он полон аллегориями, полон символизмом таким, и многие, если бы нас Нового Завета не было, мы бы не понимали сути, что это, без особого просвещения Божия. Зачем все эти жертвоприношения, не для чего, для чего Господь вел народ через пустыню, почему с горы Синае нам даны скрижали эти Завета, и без Нового Завета мы бы, у нас бы полно было всяких суеверий, как черная кошка перебежала дорожку, или поплевать там, чтобы не случилось, чтобы не сглазить, почему эти люди делают, а спрошу, а почему, а кто сказал, что это поможет, ну так делают, то есть фанатизм, какое-то слепое предание, суеверие, пустое, верят в какую-то пустоту, если не было бы у нас Нового Завета, мы бы тоже не понимали, как слепые котята, поэтому изображение вуали, как прикрытие, неясное видение, и да, и по преданию нам сказано, что пророк Моисей, когда выходил со скини Завета, одевал на лицо своего покрывала, ибо от него, от лица его свет шел, так что на него боялись смотреть, даже сами просили одевать покрывала, боялись так, и поэтому, то же символично, да? Да, 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 они еще не были готовы его принять, не были готовы, вот именно, да, в Новом Завете нам так открывается, мы сейчас в Новом Завете, и Новый Завет уже, он с чаши, да, Господь, тело и кровь несет, дары, да, причастия, главная суть, что у нас в храме, в самом сердце храма, это заповедь, причастие, вышничественное нет на земле, в этом сам Господь. Вот, меня поразили в моем, они тоже были все очень попорчены эти образа, старенькие, вот видно, как над, над боковой дверью изображение там, только надо присматриваться, чтобы что-то понять, увидеть, там много отколото, покороблено, тоже двери были в таком состоянии, боковые, и вот сейчас, после реставрации, постарались, ну, конечно, реставрации-то не сильно качественные, но, во всяком случае, ценю этих реставраторов, потому что они не привносят свое. Вот, по кончине отца Кирилла, по его просьбе, отдали сюда в храм. Вот. Ну, ты в алтарь тебе нельзя, но вот, дверку тебе открою, вот эта икона. Молоденькая, да? Сверху включу сейчас. То есть, получается, что отец Кирилл? Та икона была в его келье. А, в его келье была? Да. Она сафона, да? Сафона. Когда он на дре болезненном лежал, она была в его келье. На колесиках собираются, до шести, там, метров с половиной, будем мыть. Вот пост великий начнется, паникадил оттирать начнем, ну, еще там, помоем. Разные советы есть, чем мыть, тоже это наука, а то можно стараниями такими навредить еще, да? Ну, конечно. Как говорят, медвежья услуга. И вот мы движемся к иконе Божьей Матери достойно есть милующее. Она, когда прибыл сюда, она была вся коричневая, какие-то элементы отколоты были, и фон был коричневый, а закрашен был чисто половой краской. Вот как вот коричневый, пол краски, а это половой краской. И было название, написали сами, Малороссия. Вот. Тоже, и она уже вся с коробками была краска, много, и отдали на реставрацию. И вот привезли, снимали эту краску половой, и оказалось, что это не Малороссия, а достойно есть милующее. Почивший в 2013 году протерея Анатолий Челноков, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Маково, был духовным чадом отца Кирилла. Часто ездил к нему с женой и детьми в Переделкином. Духовный отец утешал своих чад, вселял в них веру, заряжал надеждой, дарил неиссякаемую любовь. Ну, конечно, отец Анатолий тогда Челноков настоятелем тогда поставили его, и он уже при его деятельности восстанавливали. И теперь, милости Божьей, он у алтаря похоронен там. Ну что ж, наследие наше. Да, вот это слово обрушение, оно очень символично. Обрушение произошло. Обрушение произошло вообще села, произошло, не только колокольни. Да, да. Потому что село-то на самом деле завяло. Ну, это в основном Бог. Маков цвет-то. Потерялся маков цвет. Да. Обрушение, когда служба прошла, все люди вышли, и обрушение произошло. Господь чего помиловал. Слава Богу, да. Служеные времена. Да, да, были. У нас, сейчас, слава Богу, нас особо не кусают. Мы сами даже кусаемся. Да. Вот. Ну, надо следовать Евангелие. Дальше, а Вы любите вот это свое новое место своего послушания? Вы здесь уже, теперь уже много лет, наверное, сколько? Лет пять-то есть уже? надеюсь, надеюсь, и смерть свою встретить здесь. Посчитаю это за милость Божию. Но мы нам должны, как сказать, скажут? Пойдем. Указ дадут? Надо, значит, выполнять. А так, да, хорошо было бы. Но мы, как люди, человек предполагает. Сегодня отца Анатолия нет среди нас. Но за свой молитвенный подвиг он сподобился быть похороненным возле храма у самого алтаря. Вот. Ну, он все-таки был каким-то, вот такой вот, он дал толчок. Вот. Ну, мы только приходили по большим же праздникам. Пасха там, пост там, придешь там. Ну, это же было не то. Вот. Ну, постепенно, постепенно вот этот вот толчок был дан. Вот. А когда уже отец Валерий приехал, мы уже близко с ним познакомились, и уже, ну, я уже стал постоянно здесь, и остался здесь. И уже больше никуда не тянет. Господь своих людей, он не ставляет храм без своего человека. Обычно всегда говорят, да, пути Господня неисповедимы. Вот. Так что, вот так вот. отец Анатолий, Ну, первый толчок, конечно, дал мне отец Анатолий. Потом я познакомился с его сыном, с отецом Дмитрием, и вот мы так потихонечку, потихонечку стали приближаться. Вы староста, да? Староста? Правая рука. Правая рука. Ага. Вот и баночка. Да. Помощник и казначей, мне дают. Прекрасно. Хорошо, когда есть помощники, батюшка, правда? Господь посылает. Большое дело. В наше время очень сильно институт семьи подорван и продолжает это подрывать. И большое дело, когда видишь, что с самого начала смогли семью сохранить. И пример достойный показать своим детям. это большое значение. Вот их дети уже сын, Борис, женился, повенчался. Детё растят. Маленькие ещё. Ну, тазбух может ещё потом. Как говорится, лучший подарок для ребёнка это братик или сестрёнка. Когда в семье могут беречь друг в друга. Пускай, конечно, где-то там поссорятся, но главное не в грехе, беда, что не каются. Могут помириться. Всегда, каждый день приезжают вместе. Большое дело, да? То есть они из посёлка Октябрьского вместе приезжают. Ну, они сейчас в Москве у нас оттекают. А мы в посёлке стояли сюда. Постояли. На колокольни пойдём? В сходе на колокольни. Пойдём. На 40 дней со дня смерти батюшки его супруга, ныне почившая матушка Наталья, подарила мне книгу об отце Кирилле со словами, что ей она уж больше не пригодится. А книгу ей пожаловал сам старец. И потому у меня ей будет лучше. Не могу дать чёткую оценку происходящему со мной тогда, но только благодаря этой встрече и книге об Архимандриде Кирилле я впервые о нём узнала и стала вспоминать его в своих молитвах. Так появилась невидимая духовная связь. Мы никогда не видели друг друга, но отец Кирилл незримо шёл со мной до своего представления ко Господу, да и после него. Он всегда рядом. Так было и 20 февраля 2018 года в храме Ждества Богородицы. Нас было не четверо. По внутренним ощущениям храм был полон молящимися. Несмотря на Великопостные дни, мы испытывали духовную радость и единство. Песня. Песня. Безбестонечная А после благодатных молитв мы ещё и поднялись на колокольню, а потом попили чай с сухариками и поделились на болевших. не без нее. Не без нее. Так за все не ухватишься. Ну понятно. Мы все думали было бы у меня 10 порук. Ты уже поднималась сюда, да? Да, был дел, помните? Ну заберешь значит. Конечно. Маршрут на колокольню. Святой маршрут. Ирина Алексеевна, Петр Викторович, они болезненные такие. И лет 8, наверное, сюда на колокольню никто не поднимался. То есть зоны не было над силами? Когда сюда зашел, дверь открыл, такой слой пометы голубиного, скелетики, пух перья голубины и птенцы сидят такие живые. Вот царственные голубей было тут. Два самосвала отсюда вытащили все это полезного элемента такого. И здесь же нашли дощечку мемориальную, которая сказана о Колычеве. Здесь нашли? То есть на колокольню выходили? На колокольню нашли. Вот тут уже по месту уже по мост собрали на балке основной старая балка на ней висели все колокола какие были. Какие были? Это вот самый большой 40 килограмм был. Где-то в Германии вылитый канатная фабрика какая-то. Там надпись внизу лежит потому что треснутый у нас. А треснутый звука нет. Пытались и паять, но это бесполезно. старые колокольчики вот они вот эти вот 4 штуки. Вот это вот это вот держите. Вот это Ярослав. Ну и плюс еще вот эти и мелкие какие-то собрали. Тот треснул тоже при нас треснул. Хотели чтобы все вокруг услышали что здесь служба со звоном переусердственная. Ну не знаю может время пришло ему. И вот милостью Божией семья одна нам с Ярославля новые колокольчики вот он 70 килограмм вот этот благовес основной и вот поменьше еще нам обещают для полной гаммы между ними вот этот размер будет еще повесть так что ну мы как говорится заново нари не сильные но для сельской местности как говорит сойдет знаем основу благовеск как предваряется заупокойная или постовая служба или праздничная то что у нас сегодня все-таки день памяти да заупокойная вот богородицы читают молитву и бьют в колокол а а а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Также, конечно, и предписано нам, если какие-то бедствия случаются, пожар, надо звонить, ну, в древности тоже звонили всегда, моровая ва, язвами шла, или мор какой-то, масштабные какие-то бедствия, колокольный звон. Ну, и для всех уже не секрет, и научный есть доказательство тому, что колокольный звон и воздух очищает, и вот такие бедствия отстраняет нас, защищает. Звон есть. Попробуешь? Не, ну, сейчас уже пост. Ну, в благовест. Можно? Да, давай. На педальку попробуй нажми, да? Господи, благословица, я здесь благословица. Прости меня, Господи, это такое. Пойдемте. У вас тут богачество, шикарный стол. Балал. Балал. Хорошо, да. Помолимся, да? Да. Отче наш, иже си на небесе, ях, да светит с вами твой, да приедет, царь, да будет творить твой, яко на небесе на земли, хреб наш насущный дашь нам деси, оставь нам дуг наш, яко же и маль, ставь нам дожником наш, и не веди нас в искушенность, божесть, лукавая. Работа звала. Но уезжать так не хотелось. Уютный трапезный со стен, которые взирали вики Божьей Матери, святых, за чашкой чая мы не пустословили, а соприкасались сердцами. И рядом был добрый наш батюшка, уроженец маковских выселок, весь такой родной, любимый, архимандрит Кирилл. Вот, на самом деле, то есть это великая милость Божия. Вот я была в Чуриков, знаете, была в Чуриков, и там они храм восстанавливают, но очень храм огромный, Богоявленский. И там вот Наталья Козлова, она не знает, Скопинская, Наталья Скопинская, святая такая есть, наша Рязанская, месточтимая тоже, она не месточтимая, она вообще уже такая прославленная, великий святых. Все, вот этот храм, он недействующий. Там даже нет еще крестов на куполах. И вот там одна бабулька, она староста странно приемлема в домик, там вот у них молебна проходит. Она говорит, я, говорит, давно не слышала Херувимскую. Она со слезами говорит, как я мечтаю слышать Херувимскую. И я поняла, какие вы вот в такие моменты понимаешь, насколько мы счастливые люди. Мы-то это все, мы можем себе позволить. Пусть вот храмик такой, но, по-моему, старинный, наложный, и в нем службы ведутся. Да. Бескромные жертвы приносятся. Храм – это, да, это велико святое. Ну, просто здесь отдыхаешь. Действительно, душа отдыхает. Поэтому, если даже вот многие боятся прийти, особенно сейчас начался пост, боятся, что Бог не простит. Нет, Бог всех прощает. Поэтому все должны прийти сюда. Особенно в эту вот первую неделю, все такого поста. Я думаю, что, если люди поймут, не зря говорится, да, приди ко мне все стражившие в миллионах, я вас успокою вас. Вот в этом все сказано. Надо только понять, в чем заключается. И где. Человек без веры, он не может жить. Он всегда с верой. Просто где-то она у него глубоко там сидит. Вот если она у него проснется, тогда люди пойдут и будут ходить в храмы. Но храм – это все, это все наша мать. А вы тоже всегда были таким верующим? Нет. Я пришел сюда пять лет назад. А до этого был так, разглядяй, можно сказать. Ну, немного вот теперь книги по учению святых отцов. Вот немного так вот начинается понимать, что такое жизнь и для чего она создана. Потому что мы здесь пришельцы, мы здесь не постоянно живем. Наша жизнь должна быть там. Поэтому в Евангелии сказано, да, знаете, небо отверглось. Мы здесь должны рассмотреть, что Господь нас учит этого. Надо только просто понять его и все. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.